Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую всех тех, кто собрался сегодня в этом зале, несмотря на то, что сейчас самая, что называется, вишенка учебного сезона, сессии, экзамены, высокая занятость у каждого из здесь присутствующих, и все-таки вы нашли время для того, чтобы поучаствовать в достаточно серьезном разговоре, который у нас сегодня пройдет в рамках всероссийской акции «Знания героя», направленной на повышение знаний о подвигах героев, достижения наших страны, об истории России, родного края. Прежде чем мы начнем разговор, я не без удовольствия представлю наших сегодняшних спикеров, гостей, которые помогут нам ответить на ряд достаточно актуальных, а иногда очень даже непростых вопросов, вынесенных сегодня в тему разговора. Это Дмитрий Михайлович Коломытц, кандидат политических наук, доцент кафедры регионоведения, евразийских технологий, высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ. Все правильно сказал. Добрый день. Андрей Юрьевич Афанасьев, специалист по учету музейных предметов дирекции музеев КФУ, боец студенческого поискового отряда «Снежный десант КФУ». Об истории «Снежного десанта» я думаю, тут просто очень много можно, так как о истории в целом, говорить. Но это вообще гордость. Кто еще не знает, кто, возможно, еще не совсем в теме, давайте сразу себе зафиксируем. Это гордость Казанского университета на протяжении уже многих-многих десятилетий. И Виктор Сергеевич Варапаев, председатель студенческого совета Института филологии межкультурных коммуникаций, заместитель регионального координатора молодежного крыла Народного фронта, победитель республиканского конкурса «Лидер года 2023». О, добрый день. Первая тема, которую мы хотели вынести на общее обсуждение, касается методов борьбы с фальсификацией истории. Вообще с этим все совсем непросто. Наша история такая штука. Вот сегодня большой праздник, день рождения Пушкина, день русского языка. Мы с историей жизни Пушкина-то до сих пор еще не очень все понимаем, и до сих пор идут бесконечные споры. Что же говорить о той истории, которая так или иначе еще подвержена политической конъюнктуре, причем несмотря на десятилетия, которые нас отдаляют от тех или иных событий. Что же говорить о современной, новейшей истории. Но поскольку, кстати, тема у нас все-таки обозначена знания героя, прежде чем предоставить слово Дмитрию Михайловичу, я хотел бы вот у зала, знаете, что спросить. А кто ваши герои? Кого бы вы назвали? Какие-то имена в качестве героев, на которых, ну, если не равняетесь, то, по крайней мере, которые вам очень симпатичны сегодня, вот опираясь на ваши исторические знания. И все так засмущались. У вас нет героев, Дмитрий Михайлович, как это понять? Многие не задумываются, кто у них герой. Но есть люди, которые им нравятся, которые не нравятся. В некоторых отношениях кто-то кем-то восхищается. А такой заданный резко вопрос, видимо, ставит народ в тупик. А может смущаются, потому что исторические герои как-то совсем ушли в тень? То есть я спросил, назовите там 10 любимых блогеров, сейчас бы там быстро назвали. Даже не 10. Блогер такая, любовь проходящая. Сегодня любишь, завтра нет, а исторические герои все-таки должны оставаться. Так что же у нас сегодня происходит с историей? Почему мы ее все-таки так не очень хорошо знаем, иногда не очень любим, а еще с большим удовольствием, не зная и не любя, фальсифицируем? Это очень вопрос злободневный. Прежде всего, к аудитории обращаясь, самое сложное в отношении сейчас к преодолению фальсификации и прочее, это преодоление предубежденности, которые у многих людей уже к 18 годам сложились. Обращаясь к тем, кто здесь находится, поскольку, видимо, сюда люди пришли ищущие, те, кто способен к обучению, то самое плохое как раз – это предубежденность, когда все мнения, кроме ему приятного и понятного, становятся неверными, а все факты, которые могут поколебать в чем-то убежденность, предубежденность, просто-напросто отметаются. И таких людей достаточно много. Но это необучаемые люди, надеюсь, вы к ним не относитесь. Почему я сделал такое вступление? Потому что сейчас, собственно, обращусь к истории, как науке, показать, насколько это все связано. Дело в том, что, как это прозвучит для многих, не странно, есть в мире две точных науки. Одна из них – математика, другая – история. А остальные науки, естественные, и гуманитарные уже в значительной степени размыты. Да и то, и математика, и история тоже размываются. Математика размывается, как вы знаете, бесконечными дробями и предположениями. А история размывается различного рода забвением фактов, ну и мнением, выдаваемым уже за факт. А дальше уже историю и математику, что угодно, можно использовать в целях идеологии. Ну, например, все вы знаете, есть такое расхожее выражение. Оно, конечно, ложное, но тем не менее расхожное. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Статистика – это использование математики в идеологических целях. Ложная статистика. Когда приводится статистика, человек верит цифрам и считает, что так оно и есть. На самом деле статистика – это наука, часть математики – это точная наука. Она все четко обо всем говорит. Ну, ее можно использовать как угодно. Так и историю. Хотя это точно наука, имеющая, соответственно, свои методологии и методы, ее тоже можно использовать как угодно. И здесь вступает в силу уже идеология. Поэтому, говорят, там, история служанка политики и так далее, и так далее. Но здесь все заключается как раз в том, что от истории как науки уходят и приходят к истории как идеологии, как мировоззрению, чему угодно. И используют уже в своих целях. В этом история и наука не виноваты. Здесь другое вызывает большие затруднения. Это, собственно, наша познавательная деятельность, которая тоже не лишена недостатков. Но для этого наука вырабатывает критерии, критерии научности. И по ним, если следовать, то мы можем, собственно, и достигать определенного уровня научных знаний. Хотя любое научное знание относительно. То есть его всегда можно углубить, расширить. Это закономерность развития любой науки. Научное знание относительно. И обвинять науку в том, что она не ответила на некоторые вопросы, это тоже глупость, потому что она не может ответить на все вопросы. Любая теория отвечает только на определенный круг вопросов, в определенном месте, времени и обстоятельствах. Это и есть теория. Если теория отвечает на все вопросы и всегда, то это ложная теория. Вот это основания, на которых держится наука. И историческая наука в том числе. А дальше возникает различного рода уже искажения исторические, которые навязываются нам. Ну, в основном они навязываются, конечно, идеологией. Как появилась письменность, так у нас уже есть восхваление одних, принижение других, забвение одних фактов и возвеличение других фактов. Ну, для этого и развивается, собственно, историческая наука, чтобы эти факты все вывести на поверхность. И факт – это непреложная вещь, это произошедшее событие, на которое следует опираться. Ну, и сразу подводя, я еще дальше скажу, но подводя итог всему, что я скажу, чтобы не забыть сразу. Надо сказать, что выводы надо делать по фактам и стремиться к знанию фактов. А дальше уже, соответственно, прилагать к этому собственное мнение, осуждение на соответствующей научной основе. И вот, когда вы будете это знать, тогда можно будет уже обсуждать какой-то вопрос. Ну, вот сразу под вопрос. Как же делать какие-то серьезные выводы на основании фактов, если вы сами говорите, что историки под давлением идеологии о каких-то фактах умалчивают, какие-то факты принижают, какие-то факты искажают. То есть, как добиться знания истинных фактов того, что происходило в истории? Не все же историки, каждый день посвящены в глубинные библиотечные архивные знания. К сожалению, в настоящих условиях, вот здесь сейчас, в 1923 году, это сделать крайне сложно, особенно неподготовленному человеку. Доходит до того, что человек, впервые встречаясь с каким-то вопросом историческим, который его заинтересовал друг глубоко, неожиданно, прочитав одну-две книги, высказывает такие суждения, что эта книга меня перепахала, перелопатила, я теперь совершенно по-другому смотрю на мир. Хотя книга совершенно бестолковая, лживая даже, не то что ложная, а лживая, там множество искажений и так далее, и так далее. Но там такие броские, яркие высказывания, такие заключения, поданные вместо фактов, мнения, поданные вместо фактов как заключения, что человек начинает верить. И здесь выход только один. Это просвещение, самопросвещение. Это чтение, узнавание, узнавание, узнавание нового. И только когда будет достаточное количество нового, и возникнет достаточное количество противоречий внутри одного личного сознания, то тогда можно будет с этими противоречиями человеку, который хочет добраться до относительной истины, уже работать. А так иначе ничего все равно в любом случае не получится. Потому что накидают столько мнений. В настоящее время, вот на 23-й год, история подвергается сомнению со стороны, естественно, различных идеологических направлений. Включая там политический заказ, дальше заказ определенных структур каких-то и так далее. Дальше существует даже определенное направление, которое называется альтернативная история, которое отметает все, вплоть до того, что все, что мы знали, есть ложь. Наша историческая наука полностью придумана, полностью. И вот мы сейчас, как светочи, мы сейчас вам вытащим на свет Божий настоящую правду. И под этой настоящей правдой несусветная химия, бред, который, тем не менее, подготовленным человеку может показаться вполне даже обстоятельным, на первый взгляд. Но там огромное количество ложных фактов, забвения истинных фактов, нарушения законов логики. Но опять же, к этому надо быть готовым. И легкого выхода здесь нет. Надо просто-напросто, к любому, каждому человеку уметь вычленять факты, отделять их от мнений и знать логику, обычную логику, формальную логику, дедуктивную логику, индуктивную логику, чтобы разбираться в происходящем. И это сложно. Но иного выхода нет, потому что только правда, собственно, и позволяет избежать всяческих фальсификаций. Но, естественно, когда с высоких трибун или где-то раздаются такие заявления о фальсифицирующей нашу историю, естественно, значительная часть людей верит, потому что пользуются авторитетом. И, собственно, любое заявление, которое заявлено как научное, любое заявление политиков, идеологов, журналистов, воспринимается как определенная истина, потому что человек как бы уже сделал на основе чего-то вывод. И здесь, конечно, опять же, с этим надо работать. Ну а ваша задача в данном случае просто быть обучаемыми со стороны, быть обучаемыми самим и именно иметь возможность менять мнение, если существует давление фактов. Это очень важное обстоятельство. Если кто-то хочет заниматься научной деятельностью, продвинутой журналистской деятельностью, то надо это обязательно уже понимать. Что устоявшихся в данном случае, устоявшиеся истины есть, многие из них доказаны в истории, огромное количество, но подвергаются они сомнению. От самых, казалось бы, очевидных вещей, их десятки можно перечислять, там, допустим, с точки зрения идеологии на нашу страну, это опрошивается вал просто фальсификаций, начиная от древнейших времен, начиная с мифологии норманизма, когда там норманы принесли в нашу страну государственность, хотя это чистейшая мифология 17 века, привнесенная в Россию в 18 веке, дошедшая до нас, как научная теория, уже почти доказанная, но чуть-чуть, почти никак не получается. Дальше у нас идет и жизнь Александра Невского, в том числе и Невская битва, и Ледовое побоище, дальше идет и Куликовская битва, и Отечественная война 1812 года, все подвергается смеянию, высмеиваются полководцы, главнокомандующие, выдающиеся личности, соответственно, огромное количество фальсификаций по поводу Первой мировой войны, Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и вплоть до сегодняшнего дня. То есть, если вы будете опираться на западные источники, то там ничего, кроме ложной истории, вы просто не увидите. Простой пример. Во всей Европе изучают события наполеоновских войн по французским. Источниками являются мемуары французов, которые пришли в Россию, и работы французских, англосаксонских авторов. Там нет ничего, на самом деле, что происходило в России в 1912 году. Нет ничего о Кутузове, о поведении Александра Первого, о том, как победила наша страна. Если вы возьмете Великую Отечественную войну, то там в основном воспитание проводится по мемуарам немецких генералов, офицеров, маршалов, которые успели оставить свои воспоминания. Ну, какая может быть истина в воспоминаниях битых гитлеровцев? Они все занимаются самооправданием, больше ничем. Ну, выдающийся самый самооправдатель – это Манштейн. Его Гитлер выгнал за поражение на фронте в 1943 году где-то, и уже к 1945 году Манштейн накидал свои записки, где самооправдался, обвинил во всем Гитлера. И когда его попробовали привлечь к суду, он оказался чуть ли не антифашист. Он успел, главное, успеть написать вовремя мемуары. И по ним теперь нам вещают, что Манштейн был выдающийся главнокомандующий, что он почти всех победил, но Гитлер, будучи неспособным к таким каким-то умственным действиям, вот бедного Манштейна куда-то там выгнал. На самом деле все с точностью да наоборот, но тем не менее история так подается. Если вы почитаете наших фальсификаторов, то они с удовольствием берут несколько книжек, переведенных фашистских гитлеровских генералов, и с удовольствием их цитируют десятками в своих книгах, рассуждая о том, что это есть истина. Но мы же читаем наших авторов в переводе уже, естественно, человек неподготовленный начинает всему этому верить. Ну и так продолжается до сегодняшнего дня. Я уж не говорю в целом об альтернативной истории, о новой хронологии. Там Носовская и Фоменко, которые подменяют и методологии, и методы исторические другими, заявляют, что это есть наука. Там нет ничего от науки совершенно. Ну и дальше еще действует еще одна вещь, которая разрабатывалась уже с начала 20 века. Это называется ложная пропаганда. На самом деле она лживая пропаганда, но в логике нет понятия. Лживая есть ложная пропаганда. И здесь уже вот на ваше сознание, на наше сознание обрушивается почти безупречный способ воздействия на наше сознание. Почти безупречный. Почему? Потому что для того, чтобы как бы снять это напряжение, убрать этот пропагандистский налет ложный, надо, опять же, быть очень устойчивым и достаточно много знать и понимать. Потому что, вот я просто перечислю эти основные положения, так называемой геббельсовской пропаганды, поскольку Геббельс был в данном случае выдающимся пропагандистом, он соединил все вот эти способы пропаганды. А на самом деле у них ничего нового нет. Они были использованы еще в Англии в первой половине XIX века, например, для оболгания политики России. И вообще поведения России. Одно только название «Жандарм Европы чего стоит?» Хотя под ним ничего не стоит, кроме английской пропаганды, которой тогда очень не нравилось положение России в Европе, ведущее. И назвали Николая Первого «Жандармом истории». Шандармом Европы, простите. Это убеждение человека, к которому обращается пропаганда, в том, что он превосходит других людей по каким-то качествам. То есть чувство, собственно, превосходства. Поскольку пропаганда действует на массу, надо убедить определенное количество людей, что они превосходят других людей антропологически, то есть как личности. Можно выбрать нацию, расу, группу, социально-профессиональную группу, группу по убеждениям и внушать им, что они есть представители такого какого-то высшего сословия определенного. Ну, например, если ты любишь Запад, значит, ты представитель продвинутый. Если ты говоришь, что ты патриот, то ты совок и так далее, и так далее. То есть вот разделение людей. Или, допустим, как на Украине. Мы Европа, а они москалы, и так далее, и так далее. То есть чувство, собственно, превосходства. Дальше наступательность. Всегда, везде быть первым. Бить первым. Придумывать что угодно, но главное начать первым, потому что оправдываться всегда тяжело. Это вы по себе знаете все. Оправдание всегда тяжело. Следующее – это ложь и клевета любая, лишь бы только она была выгодна. И вас трудно было бы сразу поймать. Обязательно. Любая ложь, любая клевета пройдет, если вас сразу не поймали. Следующее – это частое повторение, бесконечное повторение одного и того же. И, как говорил Геббис, если сто раз, тысячу раз назвать белым и черным, то люди, в конце концов, в это поверят. Так оно и есть. Начинается все с какого-нибудь, казалось бы, бредового утверждения. Затем начинают люди к этому привыкать. Взять утверждение, которое делает ЛГБТ-сообщество, о том, что мужчина может рожать. И постепенно людей приучают к этому. Фотографии какие-то показывают, и так далее, и так далее. И, в конце концов, через 10 лет, ну что, ладно, пускай, рожает, как говорится, уже. Хотя это совершенно бредовое утверждение. Следующее – это зеркальность. То есть, когда в чем-то, в конце концов, поймали пропагандиста, лжеца, негодяя, клеветника, он тут же начинает в ответ говорить то же самое о тебе. Сейчас мы можем видеть это по пропаганде, которая на Украине ведется. По отношению к тем, кто противостоит им гражданской войне и в России. Восемь лет они уничтожали Донбасс, но первые годы и в Европе, и в 22-м году публиковали фотографии бомбежек Донецка, Горловки, Макеевки и других городов Донбасса с подстрочником российской бомбардировки украинских городов. То есть, сразу ответ идет, не разбираясь ни в чем. И это тоже метод. Вот в этих основных методах, собственно, и пропаганда вся заключена. В ней нет ничего нового, необычного или удивительного, но действует великолепно. Особенно на неподготовленное сознание, которое не готово к сопротивлению, к критическому мышлению, так называемому. Критическое мышление – способность к анализу. Всегда, везде подвергать анализу. Не сомнению, но анализу. Сомнение само по себе придет, если нужно. Спасибо. Ну вот я напоминаю залу, что можно задавать вопросы, если они у вас возникают по ходу разговора. Сейчас микрофон пока переходит. Что хотел все-таки уточнить. Вот вы сказали об исторических произведениях, псевдоисторических, которыми завалены. К сожалению, наши магазины тоже. Найдите у нас мемуары Жукова или Василевского где-нибудь в магазинах. Но мемуары о жизни фашистских генералов – это прямо в топок лежат. Прямо полканы, да, полканы заставлены. Вы вспомнили Геббельса, его знаменитые. Чем чудовищнее ложь, но еще можно добавить, чем проще чудовищнее ложь, тем больше в нее поверят. Можно даже не про политику. Гарри Поттер существовал, и все. И уже могилу нашли где-то в Израиле британского офицера. И все верят, что Гарри Поттер действительно был. Вот, может быть, нашим историкам какого-то вот этого напора, агрессии, и в то же время простоты в общении с обществом не хватает. Ну, чтобы люди... Да, ну и суть человеческая такова, что верят тому, что проще. Может, мы немножко усложняем. Хотя, понятно, для науки это важно. Но для потребителя, для рядового гражданина, чтобы разобраться в том, что происходит, может быть, стать более открытыми. Да, здесь дело в том, что есть такая особенность у человека. Он любит цельность. Он любит, чтобы в его сознании было все цельно, были ответы на все вопросы. И поэтому, когда возникает сложный вопрос, на который нет ответа, человек подсознательно ищет выход из него. Ну, например, пространство и время – сложнейший вопрос. Над ним думать очень сложно. Даже не дают студентам думать над этим вопросом, потому что человек может сойти с ума. Но ему дают ответ человеку. А есть физики, они на этот вопрос отвечают. Ну, и человек успоказывает. Я не могу, но физика может. Ну, и слава богу, как говорится, вопрос сокрыт. Конечно, задача популяризаторов науки, то есть это научно-публицистическая работа, очень важна, необыкновенно важна. Но это тоже особый талант нужен. И с этим тоже надо работать. И он тоже обоюдоострый. Есть люди талантливые, которые создают мифологию в истории. Допустим, Эдвард Розинский. Вот у него ровное количество выступлений, книг и так далее. Но если присмотреться, там идет большое количество нарушений законов логики и подмена фактов мнением. Он популяризатор науки, очень известный, талантливый человек как литератор. Но вот попал в такую струю, и вот таким образом он освещает нам историю. Что совершенно неправильно. Или Борис Акунин, который тоже свое мнение продвигает таким образом. По сути дела, такую мягкую русофобию в своих книгах он постоянно проводит. Тоже талантливейший человек. Писатель вообще великолепный. Но с такой точкой зрения, с таким мировоззрением. Что тут делаешь? То есть, эта задача на самом деле очень серьезная и большая. Задача точно есть. Вопрос был, да? Да, проще надо. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, институт ИТИС. Хотелось бы сказать спасибо за вашу речь. Действительно считаю, что многие вопросы все более и более становятся важными сейчас. Хотелось бы задать вопрос касательно образовательного уровня в наше время, касаемо истории непосредственно. Все мы здесь, как студенты и как бывшие школьники, учились по новым программам, которые, казалось бы, десятки лет разрабатывались, десятки лет обкатывались. Тем не менее, по сравнению с людьми прошлых поколений, образовательный уровень в контексте истории сейчас, как вы сами прекрасно понимаете, необычайно низок. И вы сами говорите о том, что современная молодежь не знает тех исторических фактов, которые следовало бы, а знает во многом искаженные. Вопрос довольно-таки простой. На ком, по вашему мнению, лежит ответственность за это незнание истории? Лежит ли она на самой молодежи или на тех, кто руководит этим образовательным процессом? И что необходимо сделать, чтобы ситуация изменилась? Спасибо. Какой хороший вопрос. Мы точно мучаемся и видим, что качество исторического образования в средних школах, как их там не обзывают, лицеи, гимназии, черт-те что, оно стало катастрофически низким. Да. Что делать так? Знаете, здесь я не открою большой тайны, и большинство об этом говорит, но немножко по-другому отвечу на этот вопрос. В этом виновата ЕГЭ. И не в том, что учителя стали плохими. Учителя часто поддаются давлению, конечно же, им дают программы, многие из них тоже поддались вот этим новым, так называемым, веянием, на самом деле, искажения исторических фактов и так далее. Но что сделало ЕГЭ? Оно сделало многие предметы необязательными. Человек выбирает то, что ему нужно, а на остальное перестает обращать внимание. Учителя могут быть сколько угодно талантливыми, но если, допустим, мне не нужна история, а мне нужна физика, допустим, еще что-то, еще что-то, то плевать я хотел на нее, потому что она все равно нигде не будет засвечена. Ни на экзамене, ни на ЕГЭ. Она пройдет сама по себе. Вот в этом, я считаю, главная беда, связанная с ЕГЭ. Необязательность обучения. Человек может выбрать в первом классе три предмета, я утрирую, то есть я довожу до крайности, и их учить. И в конце концов ему тоже дадут диплом, аттестат, потому что он кое-как все это пройдет, без всяких там чего-то там, где-то тесты какие-то накидает, если память есть. И все, ему больше ничего не нужно. Ну и тестовая система сама по себе, она, конечно, губительна. Она развивает память, больше ничего не развивает. А надо развивать способность мыслить. И здесь надо возвращаться к стандартам классической школы, которую мы называем советской, больше никак. И, естественно, надо же, конечно же, мировоззренческие дисциплины укреплять, а не так, как это было сделано в баллонской системе, доводить их до самого предела, самого низкого уровня. Когда история, у нас 9 лекций в университетах на негуманитарных специальностях. Ну что можно за 9 лекций? И потом говорят, вы знаете, у нас, оказывается, выступают люди против того, всего, пятого, десятого, они ничего не знают, у них нет никакого представления об истории, о правде, об истине. То есть гуманизация образования, о которой, говорил, в советское время была полностью забыта, обнулена с баллонской системой. Ну, на человеке тоже лежит ответственность, естественно. Потому что любой человек задает вопросы. Любая система несовершенна. Сколько бы человека не хотели превратить в не человека, он останется человеком. И если вы уже задаете такие вопросы, то вы на пути к выходу из этого состояния. Я поэтому и говорю, что ваша задача, даже в условиях того, что было у вас ЕГЭ, у вас было мало соответствующих дисциплин, вам плохо что-то преподавали, у вас есть способность задавать вопросы и способность читать. И единственный ваш выход – это самообразование. По возможности еще, если кто-то хочет, какие-то дополнительные образования и так далее. Но в любом случае, для этого есть книги, литература, очень много у нас его издано. Надо просто читать. А дальше уже вам попадутся и плохие книги, и хорошие, и лживые, и говорящие то, что на самом деле было. Но от этого не избежать, просто надо в это углубляться. На вас лежит, вот вы задавали этот вопрос, значит, на вас лежит уже ответственность за самих себя. Спасибо. Вы решите, я забыл? Да, да, пожалуйста. Помимо того, что работаю в Музее истории Казанского университета, помимо того, что являюсь участником отряда «Снежный десант», я еще и магистрант первого курса «Институт международных отношений», у меня как раз в направлении «История». Я вот сейчас на протяжении всей речи своего коллеги сижу прям как на иголках, мне прям хочется вступить вот в эту дискуссию. Касательно вот последней речи про ЕГЭ, мне кажется, тут вопрос о двух сторонах одной медали, потому что вы говорите, что ЕГЭ, оно губительное и несет за собой вот такое негативное, какие-то негативные последствия. Но я сейчас наблюдаю, что на протяжении всех четырех-пяти лет обучения, что ребята, которые сдают ЕГЭ по истории, ну, в частности, ЕГЭ по истории, они приходят с хорошей фактологической базой на первый курс, и уже университет учит их думать. Но, как вы сказали, что факты – это важно в истории, что нужно опираться всегда на факты. И факты у них есть. И они приходят, и уже университет, университетские профессора, преподаватели, они учат их думать. И ЕГЭ в этом плане, оно довольно-таки положительное. Что касается мышления и думания, если мы сейчас глянем на вариант ЕГЭ по истории последний, то мы заметим, что за последние несколько лет этот вариант довели практически до тестового состояния. То есть убрали различные варианты и задания, точнее, на размышления. Убрали те же самые сочинения. Сочинения тоже одно из таких важнейших вообще, и написание каких-либо исторических работ, одно из важнейших в исторической науке. И убрали тоже не совсем понятно. И мне кажется, что это во многом связано с тем, что возникало огромное количество вопросов как раз-таки с точкой зрения. Потому что когда ребенок, точнее школьник, уже выпускник, пишет какое-либо сочинение, очень часто в каких-либо комиссиях уже проверяющих возникали вопросы, и школьники спорили с проверяющими по поводу той или иной точки зрения. То есть нужно как-то урегулировать вот эту вот систему, связанную с комиссией, с проверяющей. Вот. А что касается как раз-таки забрасывания истории и вообще неактуальности ее среди молодого поколения, мне кажется, что здесь ЕГЭ тоже не особо так повлияло, потому что если мы говорим о ЕГЭ, то школьник задумывается о ЕГЭ сейчас, ну, как мне кажется, с 9 по 11 класс. История у нас начинается с класса 5-го. То есть во многом ответственность, вот как молодой человек задал вопрос, ответственность лежит еще и на учителях и вообще на системе образования, потому что нужно, во-первых, привить к ученику вот эту любовь к истории, причем как к истории всеобщей, так и к истории российской. И привить ее тоже нужно особыми методами, использовать и разговаривать на языке современного поколения, а не читать такие скучные лекции, как у нас, в частности, по истории в школе читали, как у многих моих коллег и знакомых, вот, и нужно именно работать с культурным минимумом школьников и прививать их любовь к истории именно, и эта ответственность лежит, на мой взгляд, на учителях и на системе образования, и в том числе и на родителях, родителей никогда не стоит забывать. Ну тогда вообще почти катастрофа, потому что качество учителей – это большой вопрос, качество родителей, извините, большой вопрос. – Это дети 90-х годов, когда историю просто изломали все. И третий момент – вам повезло, конечно, к вам приходят ребята, сдававшие ЕГЭ по истории, среднестатистический выпускник школы, назовем это так, средней школы, да, он один параграф в учебниках истории про московскую битву. – Нет, просто я имею в виду, что… – Ну что там, да, какие вопросы я могу сформулировать по одному параграфу? – Не стоит говорить, что ЕГЭ – это только зло, это только несетник. – У вас был комментарий, да? Микрофон передайте, пожалуйста. – Вы как раз сказали о скучных лекциях, да, которые идут. Вот смотрите, мы сейчас идем вообще в целом на то, что переводим вообще весь образовательный процесс в играфикацию, да, ну то есть в игровую форму, начиная вообще с дошкольного образования и уже заканчивая, даже сейчас в вузах тоже рекомендуется, что делать все в разных форматах. Ну смотрите, мы разучаемся просто читать сложные тексты, мы отучаемся вообще видеть и распознавать сложные фильмы. То есть не будет ли, не придем ли мы к тому, что все за счет того, чтобы сделать лекцию не скучной, в плане это же все упрощает процесс, то есть упрощает настолько, что мы только даем основные позиции. Да, мы можем надеяться на то, что вот сами здесь сидящие, мы заинтересуем так, чтобы пойти, но как нам пройти в то же время, когда, допустим, учитель, вот давайте системно посмотрим, стоит учитель, который закончил или еще сейчас с третьего курса разрешили преподавать, приходит в школу. Давайте посмотрим с того, какой учитель поступил вот на тот же, допустим, хорошо, если это тот, кто пришел учиться на учителя, придет с высокими баллами. Но мы давайте посмотрим баллы, которые вступительные, минимальные, на педагогическое направление. Ему нужно самому догнать эти знания, а еще научиться передавать. А еще самое главное – противостоять родителям, которые стоят, и их тоже немало, на каждого ученика минимум по два, и плюс бабушки, дедушки, а еще плюс интернет, который поглощает все и формирует именно. Вы даже здесь задали потрясающий вопрос, честно, вы меня вот даже удивили просто одним своим вопросом. И вы задали, наверное, тон обсуждения, вот тема, которая есть. И, наверное, если есть такие вопросы, то тогда и стоит задуматься, как вот перейти к тому, чтобы мы могли воспринимать сложную информацию. Я и вашему мнению действительно с ним согласна, но как-то, наверное, надо задуматься, если используя все и превращая все в то, чтобы было интересно и в виде шоу, не потеряем ли мы способность мыслить? – Ну да, можно вообще, да, перевести процесс передачи знаний в ТикТок, да, и вообще все превратить в 30-секундные ролики, что к этому и движется, к сожалению, да. А может быть, кстати, через героев, через личности передавать знания исторические в том числе? – Да, пожалуйста. – Вообще здесь хорошо вы сказали, и вы тоже, значит, что интересно, неинтересно. В 90-е годы я как-то видел анкету. Ну, анкеты распространяли тогда, недоучившие социологи штамповали анкеты постоянно во всех институтах. И там был такой, значит, такой раздел такой был, где студенты должны были оценить преподавателя. Я задался вопросом сразу, а что это такое за оценка студентам преподавателя? Как студент может оценить преподавателя? И там был еще такой пункт – интересные или неинтересные лекции. Извините, когда люди идут на сопромат, на аналитическую геометрию, им интересно или неинтересно? Им нужно знать это, они туда идут. А почему-то историка надо оценивать по тому, интересно он или неинтересно читает историю. Не все способны интересно прочитать историю. Но многие способны дать знания, побудить к размышлению. Капица, Курчатов, Королев учили физику, химию, Менделеев и так далее. Ни один студент, я наверняка уверен, просто не могли ему задать вопрос – ваши лекции мне неинтересны. И сами не учились у неинтересных преподавателей. Геометрия Лобачевского, почитайте, она интересна или неинтересна? Да? Что это такое? Или Евклида? То есть вопрос к науке по поводу интересна или неинтересна просто не может задаваться. История – это вещь злободневная. Человек обращается к истории, потому что ему это нужно. И он сам находит свой интерес, то есть то, что его любопытно, что занимает, привлекает, волнует, гложет, требует ответа. Вот что такое история. А не то, что я выслушал яркие, красивые рассуждения, факты замечательные какие-то любопытные, посмеялся над ними, поплакал и пошел. О, какая замечательная была лекция. Вот слушайте Родзинского, читайте Носовского и Фоменко. У них все очень интересно. Но там нет ничего от науки, от истории, от истины. И много таких. – Был такой фильм, я думаю, вот, к сожалению, в зале его мало кто смотрел, из присутствующих. «Республика Шкит». Смотрели такой фильм? – Замечательно. – Историки это смотрели точно. И там был такой преподаватель словесности, который пел. Он там был самый популярный преподаватель. Это вот западная модель «Оцените интересность» преподавателя, которая смеяна была в нашем кинематографе много десятилетий назад еще. Он там пел «Не женитесь на курсистках, у них там чего-то не то в груди». И все его просто боготворили, на руках выносили из школы. Это к вопросу о том, стоит ли иногда подать в иллюзию быть очень популярным и известным среди своих слушателей. Может быть, надо быть каким-то другим. И все-таки раз уже, да, Андрей Юрьевич, вы начали, давайте еще несколько слов о «Снежном десанте». Я вот уже сказал, что это многодесятилетний бренд, особенно в части исторического, в том числе познания исторической памяти, воспроизведения имен героев из небытия нашего университета. Но только вы можете сказать об этом более детально, подробно и профессионально. Ну, вообще, стоит сказать, что одним из главных элементов патриотического воспитания молодежи, несомненно, является, как мы уже неоднократно сказали, это лукавечение памяти о героическом прошлом нашей страны, ну и в частности, конечно же, о Великой Отечественной войне, потому что там героического огромное количество. И в связи с тем, что нужно как-то заниматься вот этой проблематикой Великой Отечественной войны, было создано огромное количество общественных объединений, различных групп, направлений, которые занимаются, собственно, этой проблематикой. И вот одним из таких движений было поисковое движение России, которое было образовано еще в 2013 году, и существует и по сей день, вот в этом году у него юбилей, 10 лет. Но мало кто знает, что вот это поисковое движение России, которое занимается поиском погибшего в год Великой Отечественной войны, их последующими захоронениями с почестями, истоки вот этого движения, они были заложены, их стоит искать именно здесь у нас, в Казанском университете, потому что именно у нас здесь, в Казанском университете, был создан первый поисковый отряд вообще во Советском Союзе в 1968 году, и он назывался как раз-таки «Снежный десант». Да, вот уже свои отключили. Как вообще пошла история «Снежного десанта»? В 1967 году празднуется 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции, и газета «Комсомольская правда» объявляет конкурс. Студенты, школьники, пионеры, комсомольцы могут пройти за зиму поход 100 километров по территории своего края, республики, области, проведя при этом различные какие-то культмассовые мероприятия, и затем свой результат отправить в эту редакцию и получить, собственно, приз, занять определенное место. И вот студенты географического факультета Казанского государственного университета посчитали, что для них это вообще пустяковое дело, как рассказывал, в частности, один из участников вот этого похода, Валерий Анатольевич Соловьев, он сказал, что для нас это пустяковое дело, мы географы, мы ходим практически каждый год, каждый сезон в походы, и они отправились в этот поход по нефтяным районам республики Татарии. Прошли его, сделали отчет, отправили в «Комсомольскую правду» и получили первое место во всесоюзном походе. Их пригласили туда, они отчитались, их наградили, они вернулись обратно в университет. И следующий слайд можно будет? И к ним уже обратились, узнав о их успехах, обратились ветераны Великой Отечественной войны, профессора Казанского университета, в частности, Игорь Михайлович Романов, один из профессоров кафедры радиофизики, основатель вообще этого направления в нашем университете. Он предложил ребятам ходить не просто по нефтяным районам республики, не просто посещать какие-то места, значимые для нашей республики, а ходить по местам боев дивизий, которые были сформированы здесь татарией в годы Великой Отечественной войны. Их было около девяти, если я не ошибаюсь. И вот одной из дивизий была 146-я стрелковая дивизия, в которой, в частности, принимал участие Игорь Михайлович. И студенты диаграфака пошли по походу в 146-й дивизии, это Калужская, Смоленская, Московская области, прошли этот поход, а последствия тоже составили отчет, узнал об этом весь университет. И следующий слайд можно? Снежные десанты, вообще вот эти походы стали популярны по всему университету. На каждом факультете в Казанском университете был свой снежный десант. Один из первых был образован на историко-феологическом факультете под руководством Ивана Михайловича Яненко, тоже профессора и доктора исторических наук. Он ветеран войны, прошел войну 18-й и 334-й стрелковой дивизии. И вот, пользуясь случаем, раз мы здесь с вами находимся, завтра, 7-го, точнее, июня в 14.00 в музее Николая Ивановича Лубачевского пройдет открытие выставки, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Михайловича. Я вас всех приглашаю, можете прийти, посмотреть. Выставка тоже получилась довольно добротная. И вот Иван Михайлович был научным руководителем снежного десанта историко-феологического факультета. Снежный десант из ФАКа ходил уже по местам боев 334-й стрелковой дивизии. И следующий слайд можно? Чем вообще занимался снежный десант? Ну вот они ходили в походы, что они там делали? Не просто же на лыжах катались. Чем они занимались? Во-первых, это научно-исследовательская работа. Ну да, студенты, свои каникулы, они отправлялись в феврале, поэтому, кстати, называется снежный десант, потому что они в снежное время отправлялись на лыжах в эти походы. Они посещали различные военкоматы, архивы, работали там с карточками погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцами татарии. Записывали их, выписывали их, впоследствии уведомляли об этом их родственникам, потому что многие не знали, что их родные и близкие погибшие в годы войны похоронены именно здесь, уведомляли об этом. А так и зародилась, кстати, операция «Письмо». Огромное количество писем сейчас хранится в фондах музея истории Казанского университета. Кроме того, они занимались, естественно, гипернационно-пропагандистской работой. Они выступали в различных домах культуры, школах, среди пионеров, комсомольцев, рассказывали им о Казани, о Казанском университете, о достижениях нашей республики, о Великой Отечественной войне в частности, и тоже проводили такую работу. Ну и, наконец, культурно-массовая работа, одна из любимых среди десантников, многие об этом говорили, что они выступали с концертами, то есть они были людьми очень творческими, писали стихи, песни, и выступали среди местного населения. Следующий слайд, пожалуйста. И вот вся эта работа проходила вплоть до середины 1980-х годов. В середине 1980-х один из десантников филологического уже тогда факультета, Михаил Валерьевич Черепанов, он сейчас один из известнейших вообще поисковиков в Татарстане, один из основателей книги памяти к республике Татарстан, он тоже отправился в один из походов, в Новгородскую область, поместь там боев второй ударной армии, в которой, кстати, воевал и выдающийся татарский поэт, писатель, герой Советского Союза Мусаджалиль. Он отправляется в этот поход и видит, что, ему там сообщают, он сам видит, что огромное количество советских солдат, которые погибли в годы войны, они остаются незахоронены. То есть у них нет братских воен, они остались также лежать в лесу, в болотах. И он принимает решение, что нужно этих солдат с почтями захоронить, потому что они такого отношения к себе не заслуживают. И с середины 80-х годов студенты нашего университета начинают выезжать в эти походы, уже в экспедиции, вахты памяти. Первая вахта памяти всесоюзная прошла, если я не ошибаюсь, в 1989 году. И они занимались как раз-таки первоначальным подъемом, поиском, точнее, сначала, потом подъемом, и уже захоронением этих советских бойцов. Эта работа продолжалась вплоть до 1991 года. Впоследствии у нас происходят 7 известных событий, распад Советского Союза, и снежный десант Казанского университета прекращает свое существование. Неизвестно почему, видимо, студенты уже не решают заниматься этим. Причем очень интересно, в одной из стен газет снежного десанта 1989 года один из молодых поисковиков пишет, интересно, а соберусь ли я через 5 лет в этот поход, и через 5 лет до 1994 года уже никакого похода от Казанского университета не отправляется. Но десантское движение не прекращает свое развитие в 90-е, в начале нулевых, потому что эти десантники, они все уже заканчивают университет, работают уже по различным местам, в частности, учителями школы, и образуют свои отряды. Выезжают, продолжают выезжать такие же экспедиции, но в середине нулевых один из студентов Казанского университета, это Фатыхов Айрат Мунирович, тоже решает, он выезжал до этого тоже в такие экспедиции, решает возродить снежный десант Казанского университета, создает здесь отряд, который у нас существует и по сей день. Регулярно студенты весной, осенью и летом выезжают поисковые экспедиции в Ленинградскую область, в Волгоградскую область, и занимаются как раз-таки увековечением памяти погибшего года Великой Отечественной войны. Вот, в принципе, вот краткая история снежного десанта Казанского университета. Спасибо. Какие есть вопросы? Если есть вопросы, давай. Да, есть вопрос. Меня зовут Руфина, я студентка первого курса юридического факультета, и хотела бы благодарить спикера за интересную презентацию. Хотела спросить про конкретно ваш самый интересный случай, когда вы присутствовали как раз на таких вылазках, экспедициях. О вашем опыте столкновения с какой-то исторической памятью, с останками, возможно. Было бы интересно послушать. Хорошо. Спасибо большое за вопрос. Да, действительно. У меня десантский опыт не такой большой, это около 4-5 лет, но все равно были различные истории. Вот можно следующий слайд. Я там, в частности, а, забыл, да, забыл самое-самое главное. Все вот это богатое наследие снежного десанта Казанского университета, оно сейчас хранится в фондах музея истории нашего университета. И мы, дабы не хранить это только у себя, решили предоставить общественности возможность увидеть все это. Увидеть все эти стен газеты, боевые листки, фотографии, все эти документы, материалы. И поэтому, благодаря ОНО, Центр инновационного развития и трансферной технологии, Музей истории Казанского университета в 2022 году принял участие в конкурсе фонда президентских грантов. Мы выиграли этот грант и реализовали этот проект. Он называется «Виртуальный музей поискового отряда «Снежный десант». QR-код представлен здесь, на слайде. Вы можете перейти, посмотреть. Сайт сейчас находится в тестовом режиме. Огромное количество ошибок присутствует. Но если вы их найдете, обязательно вам об этом сообщите, и мы их исправим. Вот. И следующий слайд. Вот как раз касательно десантского опыта. Первая моя экспедиция была, что удивительно, не в Волгоградскую и не в Ленинградскую область. Она была на территории Татарстана, в Спасский район, в село Измери. Один из археологических памятников и один из памятников и исторических мест, связанных с гражданской войной, которая проходила также на территории нашей республики. В октябре 2018 года я, будучи первокурсником, отправился на раскопки в это место. Причем меня сразу поразило место раскопок. Потому что мы приехали в село, проехали по сельским вот этим дорогам, улицам, и выехали практически рядом с окончанием села. Там уже рядом с нами в метрах 25 начинались огороды. Берег реки. И мы приехали, расположились, и мне командир отряда Айрат говорит, что вот здесь лежат останки. И у меня сразу встает вопрос, а как здесь могут лежать останки, если вот здесь в метрах 50 живут люди? Ну, мы начали раскопки. В частности, я поднимал совместно со своими коллегами девочку, 7 лет, которая погибла в годы гражданской войны. Отряды Капеля отступали от Казани, шли по, получается, левому берегу Волги, и их красные нагнали и из пулемета, собственно, расстреляли. И огромное количество мирного населения до сих пор там лежало. Причем местное население говорит, что у них было огромное количество идей, что нужно собрать все эти останки, их захоронить, но ни у кого так руки не доходили, так они остались там лежать. И вот буквально несколько лет назад начались там раскопки, и мы подняли, собственно, эту девочку, подняли других бойцов и других мирных жителей, и их впоследствии тоже захоронили. Для меня уже тоже тогда встал вопрос, как вообще так могут останки здесь лежать. Следующая экспедиция, можно следующий слайд, уже была в Ленинградской области. Это Тоснинский район, недалеко от селения Любань. Это бои февраля 1943 года, 54-я армия продолжала наступление после прорыва блокады Ленинграда, и мы работали на местах этих боев. Здесь вы можете видеть, в частности, с правой стороны, это первый боец, которого я поднимал, специально сфотографировал это на память. Посередине каска, касок там огромное количество плюсу лежит, там огромное количество, просто как вы в музей, вы уходите в лес, как в музей. Там огромное количество железа, останков и всяких различных артефакций, связанных с Великой Отечественной войной. Здесь каска, как видите, она пробита насквозь. То есть солдат, видимо, погиб, и его вот так тяжело довольно-таки ранило. И с правой стороны эта фотография тоже была сделана в ходе одной из разведок. Мы тогда отправились примерно на километров 10 вглубь леса, и вот нашли одну из ракет. В сопле этой ракеты было хичи гнездо, и отложены были яйца. Следующий слайд можно будет, пожалуйста. Осенью 2020 года я вновь отправился тоже в экспедицию, и уже там я нашел своего первого бойца. Нашел тоже довольно-таки интересно, нашел именно сначала не останки, а его артефакты, в частности, винтовку Мосина, что тоже большая редкость и большая удача для поисковиков. К сожалению, мне не удалось обнаружить медальон или каких-либо подписанных вещей, чтобы можно было установить личность этого бойца. Но на протяжении всего подъема, на протяжении всех раскопок у меня были в голове лишь две мысли. Во-первых, это какая должна быть судьба у человека, если он, допустим, родился когда-нибудь в 1920-х годах. Ему 18-20 лет, он отправляется на фронт. В 1943 году, в феврале месяце, он погибает. На протяжении 75 лет он лежит в болоте, и какой-то парнишка из Казани в 1920-м году находит его останки, и его впоследствии перезахоранивают с почестями, но, к сожалению, никто не знает. И вот вторая мысль у меня была, а что это за человек, кто он был вообще, молодой, старый, была ли у него там семья или не было, или он был одинок. И вот на протяжении всего этого у меня были какие-то такие мысленные с ним разговоры, я пытался как-то для себя понять, что это был за человек и почему я вообще этим занимаюсь. И следующий слайд можно будет. Впоследствии уже в 1920-м году наступил ковид, мы, к сожалению, не смогли отправиться в экспедицию. И уже, если я не ошибаюсь, да, в 1920-м году, это осень до 1920-го года, была тоже довольно интересная история. Мы, вообще, лагерь снежного десанта, он находится глубоко в лесу. Это примерно 5 километров от дороги. То есть вообще цивилизации практически никакой нет. Единственная цивилизация — это Макаревский монастырь, который был основан в XVI веке. Он находится примерно в километре от нашего лагеря, тоже в глубине леса. И дорога ведет сельская к этому лагерю. И вот на перекрестке дороги ребята из города Колпино, у них тоже есть отряд, обнаружили, что в канаве рядом с дорогой торчит останок. Вот решили заброситься, увидели этот останок. Начали раскопки, раскапывали, раскапывали, раскапывали. На протяжении двух, двух с половиной неделя они там раскапывали, выкопали огромную воронку. И в этой воронке было найдено более 150 бойцов Красной Армии, которые погибли там в феврале 1943 года. Они боролись, пытались взять, собственно, этот перекресток, но у них, к сожалению, ничего не удалось. Они остались там лежать на поле боя, их никто не собрал. Но и немцы, уже весна, естественно, началось зловоние и прочее, они решили их всех сглести кучу и сбросить в ближайшую огромную воронку. Они там лежали в беспорядочном состоянии, просто как книжки вот так пополам сложенные. И мы работали очень долго, с 8 утра до 3 часов ночи, поднимали всех этих бойцов, нашли в итоге среди этих 150 бойцов только 9 медальонов, из них прочитать удалось, если я не ошибаюсь, только 6. Найти родственников только у трех, то есть огромное количество. И причем по ним сразу видно, что это обычные ребята, потому что у одного, например, бойца, он довольно маленький, такой молодой, были найдены немецкие сапоги с кошками, причем такие для горных каких-то переходов. Видимо, какой-то парнишка сельский решил взять с собой трофей, потом отвезти к себе на родину, покрасоваться, что вот у меня есть немецкие сапоги, но, к сожалению, ему это не удалось. И уже последняя моя экспедиция была осенью 21 года, она тоже прошла довольно-таки спокойно. Тоже был мною найден боец, но, к сожалению, тоже без каких-либо опознавательных признаков. Но, честно говоря, поисковые экспедиции, вообще вот эти экспедиции снежного десанта, они меняют ваше мировоззрение, меняли, как и в советское время, меняют, как и сейчас. Спасибо. Вы правильно отметили, это действительно совсем люди с другим мировоззрением. Я знаю многих из них, да, и даже люди, сегодня работающие на крупные западные медиахолдинги и политически более чем сегодня зависимые от своего работодателя, они сохраняют вот этот внутренний стержень патриотизма, в лучшем смысле этого слова, содержать мировоззрение. Я знаю, что эти ребята поставят в содружество особо с снежного десанта, они постоянно встречаются друг с другом, уже такие заметно постаревшие и поправившиеся, играют в футбол, поют песни, проводят какие-то свои внутренние мероприятия. Знаете, вот что хочется с этим уточнить, мы тихо-тихо подходим к теме волонтерства. Ну, что хотелось уточнить по судьбе снежного десанта и вот такого рода объединений, играющих в очень долгую, очень долгую на тему героизации, патриотизма. Вот все-таки их судьба, с вашей точки зрения, будет печально, фатально, они отойдут со временем. Ну, вот как видите, была уже попытка ликвидировать фактически снежный десант. Или есть шанс, что это получит какое-то третье теперь уже дыхание, будем говорить? На мой взгляд, затухания как такового не будет, потому что это видно налицо в различных экспедициях. Мы, в частности, студенческий отряд, но вместе с нами там стоит около 100-150 человек по лесу, в различных тоже маленьких лагерях. И это ребята с всей нашей страны, начиная от Ямала-Ненецкого округа, Удмуртской республики и прочих регионов. И вот они зачастую с собой привозят еще школьников, то есть молодых ребят. И эти школьники, ну, естественно, их огромное количество человек, человек 20, ну, примерно человека 3-4-5, они впоследствии продолжают ездить в эти экспедиции. То есть кого-то это все-таки трогает за душу, и они продолжают участвовать в этих поисковых движениях. Если мы сейчас посмотрим на современное поисковое движение Российской Федерации, оно тоже довольно активно, огромное количество молодого поколения участвует в этом всем. То есть, на мой взгляд, поисковой деятельности на заброшенном не будет. Спасибо. Но на наших глазах, буквально за последние несколько лет, набирает обороты так называемое, ну, назовем это волонтерское добровольческое движение. Движение, направленное на те или иные гуманитарные миссии, на ту или иную гуманитарную деятельность. Это, кстати, несмотря на все эти неприятности, которые творятся у нас в знаниях с историей и всех противоречиях, которые в связи с этим в головах рождаются. Вот в связи с этим к Виктору Сергеевичу у меня вопрос. Что вас подвигло и лично, и ваших друзей, коллег этим заняться? Вроде как, не совсем было модно еще совсем недавно. Сегодня, да, вроде как, это стимулируется, и государством тоже. Но изначально это действительно во многом добровольческое. Исключительно инициатива обычных, простых ребят. Всем добрый день. Меня зовут Виктор. Я заместитель координатора Владежного крыла Народного фронта. Вопрос про волонтерство и что меня мотивирует, как я понял, вопрос. На самом деле, занимаюсь этой деятельностью я лет с 12-11. Еще когда я живу в Альметьевске, это мой родной город, который я искренне люблю и всегда с радостью посещаю. Лично в моем случае, мне кажется, это воспитание моей мамы. У меня мама сама учитель, сама очень во всех добровольческих мероприятиях принимает участие. Учитель чего она? Учитель музыки. На данный момент она зауч и учитель музыки психолог. То есть такое-то, да. Мне кажется, в моем случае это именно воспитание. И для меня воспитание, вот на данный момент у меня есть и проект «Тренер», где я работаю с трудными подростками. Для меня воспитание – это когда ты показываешь собственным примером. И моя мама, когда я еще был ребенком, 8 лет организовывала благотворительные выставки, ездила в приюты. И, может быть, этим меня и затянула волонтерская деятельность. А так, как я уже занимался 12-13 лет там уже, и руководство над проектами, какими-то организациями, бросить это дело я не могу, потому что оно мне нравится. И по переезду в Казань я продолжил заниматься этим, продолжая на данный момент вместе с просто другой организацией. И занимаясь более глобальными вопросами, как, например, на данный момент это гуманитарная миссия. И до этого это была пандемия, еще один вызов, который бросил, также там усиленно работали. Что же о мотивации моих друзей, коллег? Мне кажется, это компания и атмосфера. Возможно, я не могу точно сказать, сказать за них, но очень большое место в этом добровольческом, волонтерском деле является атмосфера, которая формируется и участниками, и руководителями во время того, как, например, во время, когда к нам приехала в Казань два эшелона поездов с вынужденными переселенцами, там очень была важна поддержка каждого добровольца, друга, потому что это нервы, это стресс. Это люди, которые приехали со своими сложностями, с другой идеологией. И нужно было друзей своих консультировать, иногда подать ему руку, вместе с ним куда-то пройти и помочь отвезти человека. Мне кажется, что именно атмосфера и дружеское плечо поддержки играет важную роль. Вот смею предположение такое сделать. Спасибо. Вы чувствуете вот та же преемственность? Мы когда сейчас говорили об особой атмосфере и дух снежного десанта. Это достаточно интересно и приятно слышать. И, кстати, к вопросу о том, у кого герой сегодняшнего дня. Очень приятно слышать, что вашим героем является ваша мама. Это очень достойно. Вы, кстати, подумайте все-таки, вопрос в конце, давайте попробуем повторить. И, может быть, услышим ответы, кто у кого является истинным героем. Ну, исходя из исторической, опять же, памяти, исторических знаний. Какие у вас самые интересные миссии, в которых вам приходилось участвовать? Есть... Да-да-да, у меня есть презентация, там все по пунктам, чтобы я рассказал немножко о деятельности своей организации. Она немножко съехала, как мне показали, но я постараюсь это свою речью дополнить. Меня зовут Воропаев Виктор. Я с недавнего времени председатель Союзовского совета ФМК КФУ, чемпион России по становой тяге и много всяких регалий. Можем перейти к следующему слайду. А чемпион это почему? Становая тяга – это поднимать тяжелый вес, хобби такое, спорт. Вот, в 2002-2023 году защитил, так, к слову. Начал я, переехал я в Казань в 2021 году, после того, как закончил школу и поступил, как я искренне это говорю, в прекрасный вуз, в прекрасный институт, институт феологии и межкультурной коммуникации. Это институт, который мне нравится, начиная от преподавателей, заканчивая друзьями, одногруппниками и атмосферой в институте. Первая миссия, с которой я столкнулся в добровольстве, я сразу же приехал, начал осваиваться в городе, смотрел, где какие движухи есть, кто чем занимается, и познакомился с организацией молодежки Народного фронта, которого возглавлял мой друг Дамир Нургалиев. И первый вызов, который нам бросило общество – это пандемия. С чем мы столкнулись? То, что есть люди одинокие, это бабушки, дедушки, которые сами не в силах были себе просто купить продукты, купить медикаменты, потому что, во-первых, они находятся на карантине, во-вторых, просто поход в магазин – это не самое безопасное действие, которое было в тот момент. И у нас по заявкам на телефоне, у нас были постоянные люди, которые находились под нашим подшествием, мы с командой приезжали, запрашивали заявку, далее посещали либо аптеку, либо магазин и приносили заявку человеку, который ее совершил. Следующий слайд. Почему я рассказываю с самого начала? Потому что я хочу показать, именно сделать акцент о системности этой работы. Мне сказали рассказать только о миссии в Луганске, но мне показалось это как-то неправильным. Нужно показать то, что работа ведется… Не знаю, кто вам сказал, мы вот… Нам все интересно. Вот, там были цифры, сколько было именно реализовано заявок лично мной, и можете умножить это на 10, потому что у нас большая и сильная команда. Это также была доставка лекарств льготных из наших партнеров с больницами, с аптеками. Мы партнерились, и абсолютно бесплатные льготные лекарства мы доставляли жителям города Казань и не только. Следующий слайд, прошу. Здесь уже начинается история о гуманитарной миссии. В первую очередь у нас открылся штаб для помощи людям, которые были пострадавшими в Донбассе, в Луганске. И мы открыли штаб, я лично руководил только тремя штабами в городе Казань, это Патриса Лумумба, на Маяковского, и штаб открыли в нашем институте филологии и межкультурных коммуникаций. Мы смотрели, отслеживали, сортировали, потому что люди приносили и вещи, которые, к сожалению, мы не можем доставить, например, банки или портящие продукты. Это тоже важная работа, сортировка. И в дальнейшем отправляли груз непосредственно пострадавшим в городе Луганске и Донецке. Следующий слайд, прошу. После чего это очень важное событие для меня, потому что тогда мне дали блог работы с людьми маломобильными. Давайте предыстория. К нам приехали два эшелона поезда. Это люди с Луганской и Донецких республик, люди, которые попали просто в новый город, в новые обстоятельства. Видят и первые люди, которых их встречают, это были мы, волонтеры. И слова благодарности, то, что их так тепло встречают. Вы представьте, вы уезжаете сейчас из Казани, не понимаете, куда приедете, вашего дома больше нет. И вас встречают какие-то люди, которых вы увидите в первый раз. И какая это ответственность была показать, что они сейчас находятся в безопасности, они сейчас находятся в комфортной среде, где им помогут, где им окажут всестороннюю помощь, как и медицинскую, так и материальную. Это встреча жителей, пострадавших, которые приехали. В основном это были пенсионеры, молодые семьи. Очень тяжелая работа, более 300 волонтеров за два дня было задействовано. И все, слава богу, прошло успешно. Как и жители были положительно настроены и рады, они очень удивились, как Казани их встречают. Не знаю, как это было в других городах, но обратная связь с ними пришла, что они были очень удивлены, что так породном, можно сказать, их встретили. Следующий слайд. Что я говорю о системности? Это не то, что мы встретили их один раз и закончили работу, ни в коем случае. Далее это работа в пунктах временного размещения. Как видите, далее мне перешел блок работы с семьями, то есть работа с детьми, все подгузники, средства личной гигиены, какое-то детское питание. И сама работа с детьми, она продолжилась в пунктах временного расселения. И как люди приехали, мы продолжали взаимодействовать, принимать их запросы и понимать, что им действительно необходимо для того, чтобы комфортно жить уже на территории Казани. Следующий слайд. Это уже про гуманитарную миссию и военные спецоперации. Мы начали работать и доставлять помощь нашим бойцам еще до того, как была мобилизация. Мы первые начали этим заниматься. У нас есть партнеры, спонсоры. Сначала это были небольшие объемы, как видите, 120 портативных раций. Сейчас у нас объемы, не знаю, не хочу врать, значительно больше. Это вот первые доставки, которые были адресованы нашим бойцам до мобилизации. Начали еще раньше мая прошлого года. Следующий слайд. Сейчас хочу сказать, продолжая о системности, то, что поездка в Луганск, это точное мероприятие. До него еще состоит работа неделями, днями на гуманитарных складах. То есть, когда к нам люди приходят, мы еще на данный момент отрабатываем конкретные заявки. То есть, у меня есть контакты бойцов батальонов, руководителей, командиров, с кем я взаимодействую, и принимаю заявку, что им необходимо. То есть, зимой у меня были абсолютно другие нужды. Я получал больше просьб о том, что нужно печь буржуйки, какие они нужны были. На данный момент необходимости в этих предметах нет. И мы работаем, закрываем другие заявки, например, по средствам личной гиены и продуктам питания. И очень к моменту хорошо я возглавил, что есть совет, потому что сейчас на складах идет большая работа. У нас даже обновился склад, где ведется эта работа. И студенты института филологии межкультурной коммуникации, много студентов Казанского и Национального колледжа. Помогает ведь работа на складе, это важно. Ведь мы должны понимать, что мы везем нашим бойцам, какого это качества и нужно ли это вообще действительно. Это тоже сделать не что-то ради галочки, мы увезли много тонн чего-то. Мы должны понимать, у нас запросили макароны, мы везем 25 тонн макарон. У нас запросили теплую одежду, мы везем теплую одежду. У нас запросили маскировочные сети, и мы везем маскировочные сети. Следующий слайд. Его нету, да? Больше нету? Все, хорошо. Дальше это сама поездка в Луганск. Очень сложное мероприятие. Крайняя моя поездка в Луганск была одной из самых большой. Мы доставили гуманитарную помощь на трех машинах. Это была доставка в три батальона, три разных. Я назвать название их не могу, потому что, сами понимаете, есть какая-то информация, которую разглашать на данный момент нельзя. Но я могу сказать, чем они занимаются. Это медицинской роте мы доставили, мотострелковой, и одной роте снайперов. То есть это люди, с каждой мы из них работали отдельно. То есть у медицинской роты свои запросы, какие-то аптечки, медикаменты, это отдельный пункт. У мотострелковой это люди, которые уже на передке, у них абсолютно другие. Также мы доставили, в той поездке мы конкретно доставили только две машины, это две Нивы, 4 на 4. Но всего Татарстан уже отправил более, в районе 23-25 машин именно нашим бойцам. В чем заключается, почему именно мы доставляем, а не какие-то другие люди это делают, чтобы мы понимали, кому это уходит. Я созваниваюсь с командиром, я понимаю, что ему нужно, и передаю ему лично в руки. Чтобы не было такого, чтобы потом мы видим в новостях, то что гуманитарная помощь из Татарстана не дошла, а где-то находится на рынке. Чтобы мы такое отрезали и работали точечно с бойцами. Также сейчас важно включение уже, как три месяца мы работаем с народными полками, это просто прекрасные люди. Это люди, которые сейчас в Татарстане занимаются тем, что готовят гуманитарную помощь для бойцов. То есть мы им помогаем только материально. Мы им, например, на высокой горе у нас есть шейбат. Это просто бабушки, которые сидят и шьют. Мы с ними связались, они говорят, у нас люди-то есть, бабушки приходят, готовы вязать, но у нас нет машинок, на которых это делать. Мы говорим, сколько вам нужно, необходимо, у нас есть фонд «Все для победы». Собираем необходимые средства и просто привезли им 10 машинок. И они действительно готовят нам, уже более трех единиц было сшито и доставлено нашим бойцам. Все это достается нашим бойцам, республик Татарстан, это важно, от работы по заявкам. И также в IT-парке сейчас мы связались, тоже народный полк мы его называем, это именно по разработке дронов. Мы им говорим, какие запросы есть. То есть тот же командир мотострелкового батальона говорит, у нас один человек, который умеет управлять дронами, и нам нужны следующие модели. То есть есть дроны, которые действительно, во-первых, бесполезны будут на фронте по характеристикам, во-вторых, отслеживаются и могут не то, что не помочь, просто быть бесполезными, а ухудшить работу и какие-то потери мы можем получить. Вот, если вкратце, это наша деятельность, то, чем мы сейчас занимаемся. Спасибо. Если есть вопросы, буду рад вам ответить. Спасибо за приглашение и за внимание заранее. Спасибо. Спасибо. Так вот эмоционально. И, кстати, я понял, становая сила почему вам очень важна. Потому что когда вы говорите про тонны перевезенного груза и перенесенного на своих плечах, тут бесстановая сила. Вопрос, да, пожалуйста, никак. Да, еще раз здравствуйте. Честно говоря, очень впечатлила ваша речь непосредственно про гуманитарную миссию в Луганск. Сказать честно, еще очень даже давно видел новость в сообществе вашего института о вашей гуманитарной миссии. Тогда тоже обратил на это внимание. Хотел бы обратиться с вопросом, наверное, ко всем спикерам здесь присутствующим. Здесь прозвучало много слов про сохранение памяти участников Великой Отечественной войны, про помощь участникам специальной военной операции. На фоне этого возник вопрос о том, что память участников Великой Отечественной войны, наверное, для всех здесь присутствующих является какой-то святой вещью, которая с самого детства в нас вкладывается. Тем не менее, память об участниках специальной военной операции, эти вопросы пока не поднимаются. И как вы считаете, как можно развивать это уважительное отношение в данный момент с учетом того, что мнение касаемо проведения специальной военной операции в обществе довольно-таки сильно разнятся, и как это уважительное отношение можно формировать? Спасибо. Вопрос простой в том, что ответ лежит в вере. Вера – основа человеческой жизни. Атеист верит, что Бога нет. Верующий верит, что Бог есть. Вопрос только в вере. Здесь решение о том, кого уважать и не уважать, заключается в том – верим вы, мы верим нашим людям в нашей стране. Верим в то, что они благородны, верим в то, что они защищают нашу страну и служат благородному делу. Всё. Если мы в это верим, остальное всё будет второстепенно. Ошибки, недостатки и так далее, и так далее. Всё это приходит, уходит. А остаётся главное, ради чего человек это делает. Если мы все вместе делаем это ради друг друга, ради нашей страны, значит, мы друг другу верим. И значит, мы верим нашим бойцам, которые там находятся, верим всем, кто возит им гуманитарную помощь, верим всем, кто помогает им, верим журналистам, верим политикам и себе верим тоже. То, что мы на самом деле делаем это благородное дело все вместе. И тогда вот эти все недостатки, которые там появляются в пропаганде, в телеграм-каналах, о том, что кто-то там прав, кто-то не прав, они на самом деле будут просто второстепенны. Они потом будут. Естественно, всегда бывают ошибки и недостатки, несовершенство человека, человеческое общество, государство и так далее, оно всегда есть. Вот главное для себя решить этот вопрос верой. Спасибо, Андрей Юрьевич. На мой взгляд, пока на этот вопрос отвечать не стоит, как нужно формировать уважение к ветеранам СВО и прочее. Потому что, если мы взглянем на историю вообще нашей страны, и уважение к тем же самым ветеранам Великой Отечественной войны тоже было не сразу. И даже не сразу во время Великой Отечественной войны. То есть отношение тоже формировалось довольно-таки долго. Если мы вспомним, первый парад вообще Победы прошел в 65-м году. Так что мне кажется, что пока с этим вопросом стоит повременить, и уже потом, по окончании всех этих процессов, как нормальные, адекватные люди, к историке, полноценно отвечать. Как и стоит ли вообще формировать уважение к ветеранам СВО. Спасибо. Есть что-то доброе? Да, есть. Если разрешите, скажу о практике, которую уже потихоньку мы вносим. Правильно сказал коллега, то, что нужно это преподносить аккуратно, то есть немножко повременить, но уже практики есть. Мы с последней командировки в город Луганск привезли парня, который уже сам житель Луганска коренной. Во время начала всех действий он сказал, я доброволец, я хочу на фронт. И на данный момент, не знаю, но прошлый месяц этот человек ездил по вузам, мы договорились с ректорами и проводил встречи со студентами, которые сами хотели непосредственно какие-то вопросы задать. Это очень человек, он сам тоже на педагога сейчас учится, просто я тоже учусь на педагога, и я в нем увидел человека, который с другой области, когда-то был с другой страны, сейчас уж вместе с ним. И я почувствую что-то родное в нем, и как он рассказывает об этом, как студенты на него смотрят, это тоже эмоции, чувства. И вот этот вопрос об уважении к людях, которые сейчас там находятся, этот момент просто пропадает, когда он о чем-то говорит. Также вторая практика, которая понемножку у нас входит, я говорил о проекте «Тренер», который реализуется, так пару слов скажу. У нас есть трудные подростки, у меня под руководством, это ребята, которые стоят на учете, у кого-то нет родителей, у кого-то нет семьи. И мы помогаем им развиваться спортивно, у них проводятся тренировки 5 раз в неделю по боксу, мы ходим с ними в театр, театр Камао, театр Тинчурина, раз в месяц, два раза в месяц. Я как педагог лично им проводил в учебном году уроки по робототехнике. И один из командиров, бойцов, которым я доставляю, это человек, который находится на передке, человек, который спецназовец, его имя тоже пока не буду произносить, боюсь, чтобы лишней информации никакой не вытекло. Мы делаем встречу школьника, вот этих трудных ребят, с ним. Он сам тренер по боксу, и он в формате открытой тренировки, открытого диалога тоже так на ребят немножечко аккуратно влияет. То есть в практике понемножку они вводятся, но это все нужно делать максимально аккуратно, чтобы никаких негативных последствий не было. Надеюсь, плюс-минус ответил на твой вопрос. Спасибо. Еще можно добавить еще, единственное слово, что поезжайте и посмотрите. Этим будет все сказано. Там дальше уже вопрос уважения отпадет сам собой. Хотелось добавить то, что на самом деле подвижки в данной сфере делаются. То есть, например, нас, как членов городского патриотического направления, волонтеров Победы, приглашали на открытие инсталляции, посвященной как раз героям своего в музее «Россия. Моя история» на Оренбургском тракте. Мы присутствовали на открытии, мы прошли экскурсию. Инсталляция на самом деле впечатляющая в плане проделанной работы, очень достойная, несмотря на то, что история еще пишется, история еще собирается. И еще была новость, что в этом году, с этого года учебники добавят по современной истории как раз раздел про СВО. И я на эту тему разговаривала с нашим преподавателем по теории государства и права Рустам Шамильевичем Тавлет-Гильдеевым. И он сказал, тоже как раз выразил эту мысль, то, что история должна отлежаться. Мы, как историки, должны смотреть на картину целиком. Поэтому, да, сейчас полностью рассматривать всю картину СВО и какое-то умение складывать бессмысленно и бесполезно, потому что история пишется каждый день, но лет через 20, возможно, 30 мы сможем реально изучить, как все было на самом деле и посмотреть на реальные факты, которые, к сожалению, сейчас пока скрыты от населения. Просто хотелось сказать то, что студенты тоже интересуются данным вопросом, нам интересно. И на выставки мы ходим, и в музеях уже есть вот эта вот часть истории. Да, ну, поскольку вы задали вопрос, еще две минуты буквально скажу. Поскольку вы задали этот вопрос, общий такой вопрос, что отлежалось, не отлежалось. Фактов достаточно, и сейчас уже достаточно фактов. В чем здесь ваша особенность? Для вас, для многих СВО случилось неожиданно. У вас нет глубины исторической памяти. Все это началось не в 2014 году, и даже не в 2004. Все это началось в 1991 году. 1991 год – это начало другой эпохи. Началось даже еще раньше, но 1991 год – это превращение Украины в то, что у нас сейчас есть. И с тех пор фактов огромное количество. Просто для вас вот этот 22-й год был неожиданным, потому что вы повзрослели. Вы взрослели в этом, для вас это было как шум ветра. Ну, где-то стреляют, где-то убивают, ну, подумаешь. А то вдруг оказалось, что все рядом. Для людей, занимающихся этим вопросом, для историков. И сейчас можно сделать уже выводы. И выводы однозначные. И фактов миллионы. Просто надо к ним обратиться. А не ждать 20 лет, которые пройдут, чтобы потом сделать выводы. Потом будут мнения и оценки. А мнения и оценки пишут победители. А сейчас я и говорю об этом. Надо знать факты. И вот просто обратитесь к истории, смотрите по факту. Что было в 91-м году. Что представляло себя Украина в 91-м году. К чему она шла постепенно и так далее. Это отдельный вопрос. И к чему она пришла в 14-м году. К этой катастрофе. К убийству сотен тысяч людей с 14-го года. И в 22-м году уже. Для нашей страны. Поэтому ждать можно 20 лет. Но мы не знаем, к чему придем через 20 лет. Потому что такое могут нам представить по нашей стране. Через 20 лет наши враги. Что мы скажем, что мы во всем виноваты. И давайте каяться. Как нас заставляли каяться за Вторую мировую войну. Сейчас президент Польши заявляет. Что вы помните, что русские были в Париже. А и в Берлине. Вы что еще раз хотите этого? Вот он как представляет историю. То есть получается мы на них напали. А не они на нас. Такое может быть и через 20 лет. А надо отношение к тому, что происходит здесь и сейчас складывать. Не ждать 20 лет, когда тебе факты покажут. Вот они факты, ищите их. Вот поэтому и говорю. Это ваша ответственность уже. Вы сами должны искать эти факты. Ни на кого не обращая внимания. А не ждать 20 лет выдающегося историка, который вам разложит все на блюдечке. Разложит еще как. Но будет ли это настоящая история? Это зависит тоже от вас. Ну, от меня тоже, от всех здесь присутствующих. От нас зависит все, как это будет подано. Но ваше ответственность здесь никто не снимает. Ждать 20 лет, чтобы сформировать свое отношение к происходящему. Это сейчас происходит. Через 20 лет это может быть совсем неактуально. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, Юрий Юрьевич, кстати, очень интересный факт вспомнил, что через 20 лет после окончания Великой Отечественной к власти в стране пришел настоящий полковник, генерал боевой, если вам имя это что-то говорит, да, руководитель страны Брежнев, да, который просто вот вытащил все, что, к сожалению, до этого и после этого, после его ухода из жизни, многие наши герои, возвращаясь к основной теме, да, мы с именами героев, с фактами, конъюнктурно очень работаем. Сегодня выгодно, вспоминаем, завтра невыгодно, забываем. И сейчас просить, вот спрашивали у вас, кто герой, да, растерялись, я сейчас просить, а вы знаете, откуда Молодая Гвардия, организация Молодая Гвардия, знаете такое? Вот. Вот. Говоря по-студенчески, да, я бы сказал, зачет, да, Краснодон. Один сказал, что остальные засмущаются. Это же тоже Луганщина. Это тоже история той самой земли, которую многие не знают, забыли. А имена этих ребят сейчас почти не вспоминают. Вот, кстати, про имена. Может быть, ближе к завершению еще, если вопросы будут в зале, конечно. Вот с именами, как мы поступаем, с героями, вот ваша позиция интересна, как историков. Смотрите, тот же Луганск, это ведь Варшаловград был. Мы говорим, не, не, не будем возвращать название Варшаловград, хотя в годы войны он как Варшаловград. Причем очень-очень стойко держался, да, его там всего-то несколько месяцев оккупации держали. В отличие от всей Украины, остальных. А вот Бахмут давайте переименуем назад в Артемовск вдруг, да, на зло кому-то. А Сталинград переименовать не будем, так и оставим Волгоград. Вот как-то вот опять конъюнктурщина такая. Тут играем, тут не играем, тут имена вспоминаем, тут забываем. Вот вы как историки, что думаете по поводу вот этой игры в героев? Я это называю ловушкой антикоммунизма. Когда разрушали Советский Союз, нужно было всячески оболгать социализм. Выбрали Сталина, выбрали Ленина, выбрали Брежнева. И стали поливать Советский Союз по недостаткам, по вымышленным недостаткам, по мифологии, созданной еще во времена Хрущева. И сбежавшими там бандеровцами и власовцами за границу. И в эту ловушку вогнали весь Советский народ. Потом уже Российский народ и народ страны СНГ. И лишили, запретили, по сути дела, идеологию, убрали идеологию. И в этой ловушке все оказались. И теперь оказалось, что, оказывается, история Советского Союза неотделима от истории России. То есть, как говорил еще Зиновьев, били по Советскому Союзу, а попали по России. И так и здесь. То есть, пытались десоветизацию провести, а стали, по сути дела, проводить дерусификацию. Потому что одно от другого неотделимо. И Россия попала в эту же ловушку. То есть, когда выяснилось, что фашисты, украно-нацисты переименовывают все, стал вопрос, а как же так? А где-то же наши герои? Но буквально несколько лет назад все с удовольствием меняли советские названия на якобы русские, чтобы отмести от себя советское прошлое. А Украина показала, что советское прошлое неотделимо от истории России и России. И когда отменяет советское прошлое, убирает полностью историю России. И увидев это, некоторые прозрели, некоторые осознали, некоторые пришли в ужас. И теперь мы в этой ловушке находимся. Да, здесь говори, здесь не говори, здесь рыбу заворачивали и так далее, и так далее. То есть, Сталинград мы будем называть, это только 9 мая в остальное время будет Волгоград. В Русалград не будем, потому что это стало уже Луганск. Ну, хотя бы это символ сопротивления. А вот Бахмут переименовали нацисты, поэтому мы его обязательно назовем как надо. То есть, это было идеологическое преступление с точки зрения нашей цивилизации. Это наша цивилизационная ошибка, такое отношение к истории неуважительное. Но да, это факт. Приходится с этим мириться и считаться. И конъюнктурно сейчас даже подходить к этому вопросу. Здесь переименовывать, здесь нет, потому что это хотят наши враги, мы не будем. Да, вот назло врагам не будем. А здесь сами, что хотим, что будем. Но теперь уже... При этом, вот смотрите, торт Наполеон или пирожные, мы не переименовываем. Да, с удовольствием, потому что... Военный преступник вообще, да? Человек убит 600 тысяч людей. Да, да. Ну, поскольку он вкусный, даже спрашиваешь, что такое Наполеон, все говорят, это торт. А кто Наполеон? Ну, тоже торт. Да? Да, это вот... Видите, что добавить у коллеги? Так вот. Я соглашусь с товарищем коллеге, что это все же история, нужно с этим мириться. И что это, да, это определенный этап. Мне, если честно, импонирует, что 2 февраля этого года Волгоград на один день, но все же там переименовали, табличку поставили, что это все же Сталинград. Потому что это действительно память именно о Сталинградской битве, не о Волгоградской битве, нам известно. Но мне кажется, что в вопросе переименования нужно руководствоваться. Вот мне сейчас, когда вы задавали этот вопрос, вспомнилась фраза нашего первого президента, Митимир Шариповича Шамиева. Точно ее не воспроизведу, но мысль как такова. Если вы хотите сделать правильно, то спросите об этом народ. И вот если действительно население местное этого пункта, города, деревни, села, захотят, чтобы они переименовали, они, допустим, захотят не жить, не захотят жить в Волгограде, а захотят жить в Сталинграде. Пожалуйста, проведем различные референдумы, голосования и прочие опросы, переименуем согласие населения. Но вот такие идеологические позиции, что нужно переименовать, потому что там фашисты, украно-нацисты, как вы выразились, переименовали и прочее, так, мне кажется, поступать не стоит. Все-таки нужно интересоваться мнением населения в этом плане тоже. Спасибо. Но для этого населения должно быть хорошее историческое знание. Ну, это несомненно. Чтобы отвечать на такие сложные вопросы. Есть ли вопросы к зале? Давайте завершающий вопрос, пожалуйста. Да, завершающий вопрос. Хотелось бы ненадолго вернуться к вашему ответу касаемо сохранения исторической памяти. Вы привели пример того, что даже парад Победы, ну, кроме парада в 45-м году, был буквально через 10 или 15 лет, точно не вспомню, первый проведен, и историческая память участников Великой Отечественной войны формировалась не сразу. Не кажется ли вам, что не совсем корректно сравнивать эту ситуацию тогда и сейчас? Потому что в тот период информационное поле вокруг Советского Союза и внутри Советского Союза было совсем другим, нежели сейчас. Объясню, что я имею в виду. Тогда государства извне не могли формировать негативное отношение к участникам Великой Отечественной войны или формировали его намного в меньшей степени, чем это формируется уже сейчас, на примере специальной военной операции. И формировалось это негативное отношение к теме СВО не только во время СВО, не именно сейчас, а еще до этого. И мы все это прекрасно понимаем. Не приведет ли то, что, вот вы сейчас говорите, ну, память участников СВО тоже может формироваться через несколько лет, и формируется не сразу, не приведет ли это к тому, что вот в этот временной период, пока эта память типа должна формироваться, сформируется негативное идеологическое отношение к этой теме. Если мы не будем формировать его, эту память и это отношение позитивным уже сейчас, а не через какой-то период. В вашем вопросе, на мой взгляд, довольно много тезисов, и я постараюсь, если я запомнил, конечно, все из них, на них как-то ответить, выразить собственное мнение. Мне понравился ваш тезис о том, что не нужно сравнивать вот эти вот позиции, состояние Советского Союза, состояние современное. Потому что в ноябре прошлого года я прибыл в Москве по рабочей командировке и заглянул на Красную площадь, было начало ноября. И в этот раз правительство Москвы решило не организовывать парад на 7 ноября, который они проводили, а решили организовать такую выставку на открытом воздухе. И меня лично впечатлило и выразило довольно такое скептическое отношение. Там стояли огромные такие экраны и проводились аналогии. И проводились аналогии. Мобилизация 41-го года, мобилизация 2022-го. На мой взгляд, как историки, мы такие аналогии проводить не должны, потому что там ситуация одна, здесь ситуация другая. Что касается как раз-таки вот этого складывания негативного отношения и прочее, 20 лет не 20 лет, если мы вспомним, то вот за эти 45-го по 65-е годы сами ветераны, к ним, на мой взгляд, тоже многие довольно относились, довольно положительно. И они сами держались всегда вместе и сами формировали вот такое отношение к себе, несмотря на то, что государство их никак не поддерживало. Я не говорю о том, что нынешние ветераны СВО не должны также общаться с населением и прочее, не формировать собственные такие сообщества, ветеранские организации и прочее. То есть, пожалуйста. Но мне кажется, что вот это вот, как тогда, ну тогда это, конечно, другие тоже обстоятельства, как же говорю, аналогии проводить не надо. Мне кажется, население должно самостоятельно сформировать это отношение. И вот этот тезис о том, что западные державы активно формируют мировоззрение нашего современного молодого поколения, на мой взгляд, он довольно спорен, потому что я сам являюсь представителем молодого поколения, я учусь в университете, вокруг меня тоже молодое поколение. И я что-то не замечаю, что там какие-то истоки какого-то западного влияния среди них присутствуют, и они там говорят, что их там подговорили или им об этом сообщили какие-то западные СМИ и прочее. То есть, люди здесь здравомыслящие присутствуют. Да, конечно, их немного, что есть еще и исключения, но все равно, мне кажется, что этот тезис, на мой взгляд, неверен, и это моя позиция. Ну, добавить, да, поскольку этим вопросами занимаюсь давно, идеологией, мировоззрением и так далее, то здесь я, наверное, согласен с упрошающим, я так понял этот вопрос, поскольку есть свое мнение уже по этому поводу, да, определенное. Очень сильное влияние Запада на нашу идеологию, на наше мировоззрение. Идеология есть, в любом случае государства есть, и идеология есть. Очень сильное западничество. Оно, я говорю, как здесь уже человек, который давно этим занимается, влияние на наше население, на молодежь огромно, Запада. Просто для этого надо знать сам Запад, как он живет, как работает и так далее. Когда мы сидим, читаем на русском языке, нам кажется, что это все наше. Многое из того, что мы читаем, не наше. Дальше по поводу ветеранов. Почему можно, почему нельзя сравнивать? Есть сравнимые, несравнимые, меньше сопоставимые, несопоставимые. Это логика. Дело в том, что не надо было праздновать до определенного времени этот праздник, победа, потому что, ну, по сути дела, вся страна была ветераном. 15 миллионов у нас было демобилизованных. Ну, там остались, но их демобилизовали, все, кто воевал к 49-му году. Их было 15 миллионов. Из них вся страна работала на фронт. Был еще трудовой фронт, и те, кто работали в прифронтовых зонах. То есть, здесь вспоминать даже нечего было. Заботиться не о ком было особо, потому что вся страна находилась в таком же положении. Льгота представлять ветеранам, это было, значит, и труженикам тыла, значит, представлять льготы всей стране, когда страну нужно было восстанавливать. Память отмечать стали после того, как все это улеглось. Но не изучать, не формировать мнение, а отмечать. А изучать начали уже в 45-46 году. Анализ военный проводился, политические, идеологические книги выходили, фильмы выходили. Отношения было. Но именно как праздник, как дни памяти, все это стало потом, когда все это улеглось, все это стало меньше переживаться. В этом отношении. А делать анализ, делать выводы надо сейчас. Это однозначно. Потом, может быть, поздно делать эти выводы, этот анализ проводить. Все, что у нас происходит, превращается в историю уже. Вот сейчас наше событие, вот сейчас оно закончится, будет историей. Мы имеем право и должны уже делать выводы. И сейчас, но и через год тоже к этому возвращаться. Мы не имеем права оставлять все это на кого-то. Вот мы участники исторического процесса. Это вот наша сегодняшняя встреча. Это историческое явление. Вот мы, как участники, имеем право сделать о нем выводы свои. Через год мы встретимся и сделаем выводы о нашей встрече. Через год. Но оставлять кому-то, чтобы сделал за нас выводы, а потом мы через 20 лет почитаем и скажем, что это мы там такое говорили, это совершенно, конечно, неверное решение будет в данном случае. То есть история здесь сейчас творится. И СВО здесь сейчас творится. Поэтому нам необходимо в данном случае относиться к этому не конъюнктурно, но необходимо думать об этом. И на основе чего-то формировать. Я и говорю, поэтому мы должны здесь или верим, или не верим мы в свою страну. Потому что мы отдельная цивилизация. Потому что мы боремся за справедливость. Потому что есть зло, есть добро. Можно сказать, что там добро и зло где-то неразличимо. Но здесь они у нас сейчас и здесь различимы. И именно здесь и сейчас и складывается история. Это мое мнение. Нельзя упускать это. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы не упускать этого. Не оставлять на кого-то. Спасибо. Спасибо большое. Завершающий вопрос был настолько многогранный и непростой, что я, во-первых, в связи с этим отменяю свое право на завершающий вопрос, а говорю, что он завершающий, потому что это как приглашение к продолжению дискуссии. Дискуссия действительно слышно, что она продолжается, она не окончена. Правда, очень бы хотелось, чтобы историки как можно быстрее договорились и заняли, ну, в общем, более, может быть, решительную, требует общество сегодня более решительную позицию в отношении исторической правды, в отношении тех людей, кто готов ее восстанавливать, помогать им. Вот мы говорили о снежном десанте, о добровольческих движениях. Я хочу поблагодарить всех участников нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней дискуссии и героев этой дискуссии за то, чтобы помогли нам ответить хотя бы на несколько волнующих сегодня всех нас вопросов. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ